МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. И вот некоторая тема выпуска. Впервые за 18 лет в Каспийске прошел парад в честь 75-летия Великой Победы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Увековеченные имена в Лакском районе открыли аллею памяти героев Великой Отечественной войны. В этом году Россия отмечает 75-ю годовщину Великой Победы. Но ситуация с пандемией коронавируса внесла свои коррективы в нашу жизнь. Были отменены все массовые мероприятия, и парад Победы не стал исключением. Но события, которые все ждали с особым трепетом, все же состоялось. Вот сегодня, когда частично были сняты ограничения, дагестанских ветеранов чествовали на главной площади Каспийска. Парад смотрела и наш корреспондент Зумруд Камидова ей слово. Отчетного караула, состоящего из трех сладок, притворяющих три вида вооруженных сил, сухопутные войска. Утром 9 мая дагестанцы по традиции всегда собирались на главной площади Махачкалы, где проходил торжественный митинг в честь Великой Победы. В этом году главный парад республики впервые прошел в Каспийске. Подобные мероприятия не проводились в этом городе 18 лет, с тех пор, как праздничная дата была омрачена страшной трагедией. Тогда, на параде 9 мая в 2002 году, здесь произошел теракт. Сегодня, по понятным причинам, парад прошел в особом формате, без зрителей. Но это не помешало с размахом отметить знаменательную дату. Перед началом шествия гости праздника прослушали обращение Владимира Путина. В этом году традиционные торжества в честь Победы проходят в России 24 июня. Ровно 75 лет назад, в ознаменовании окончания Великой Отечественной войны, здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей. Этот парад остался в истории, как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью. Солдаты и офицеры вооруженных сил стройными рядами маршем прошли по главной площади Каспийска. Более полутора тысяч военнослужащих приняли участие в торжественном шествии. Феерично прошли колонны грозной боевой техники, а над площадью на небольшой высоте пролетели вертолеты и самолеты Воздушно-космических сил России. Но все внимание, все главные слова сегодня, конечно, им, ветеранам. Сердечная благодарность за великий подвиг, который мы помним. Это мой праздник. Я хотел такой праздник, чтобы нам было каждый месяц. Это незабываемый праздник. Дай Бог вам здоровья. Ну, поздравляю всех с таким великим праздником. Дай Бог, чтобы его больше не было, таких войн, чтобы не было. Спасибо. Чтобы дети жили нормально, в полуходили. Чтобы люди не имели работы. А чтобы не убегали, как когда-то было. С троевым шагом по Каспийской площади прошли расчеты пограничников, колонны Росгвардейцев, полиции, сил МЧС и таможни. Возглавили пешую колонну военнослужащие соединения надводных кораблей и полка морской пехоты Каспийской флотилии. А командовал парадом капитан первого ранга Сергей Якимов. В общей сложности в параде приняли участие около полутора тысяч человек. 25 единиц боевой и специальной техники. 10 летательных аппаратов. Это вертолеты и самолеты. Как вы, наверное, видели, и, наверное, со мной согласитесь, все у нас получилось, все у нас удалось. И, на мой взгляд, оценку, которую заслужили военнослужащие, это отлично. Одним из первых на построение пришел председатель Союза ветеранов республики. Он поздравляет всех присутствующих и еще раз напоминает, почему так важно помнить те страшные дни войны. Когда-то фашисты планировали провести парад на Красной площади. Но вместе с этого парада парад состоялся в 1945 году в Берлине. Там, откуда началась война, там она и закончилась. Миллионы людей сложили свою голову за свободу и независимость нашей страны. Вечная слава победителям. Из 180 тысяч дагестанцев, ушедших на фронт, почти половина не вернулась с полей сражений. Они погибли, защищая свои семьи, дома и свою родину. Масштабы их подвигов трудно переоценить. Они не потеряют своей значимости с годами. Ведь защищавшие нашу родину тогда спасли не только свою страну, но и весь мир от чумы фашизма. Цумрут Гамидова, Нурмагомед Магомедов, Урат Бигбартов, Селиканал ННТ, Каспийск. К юбилею Великой Победы в Горном Лагском районе открыли аллею памяти героев далекой и близкой войны. Имена и портреты участника Великой Отечественной украсили главную улицу районного центра. На открытии побывали глава муниципального района, родственники ветеранов и те, кому завещано хранить народную память представителям подрастающего поколения. Хадижа Курбанова расскажет подробности. Чтобы все знали героев в лицо, в самом центре живописного кумуха теперь размещены фотографии участников Великой Отечественной. Как символ народной памяти, как напоминание о подвиге поколения победителей и тех страшных муках, через которые прошли наши предки. Здесь портреты ветеранов удостоенных высоких наград не только выходцев из Лагского района, но и фронтовиков со всего Дагестана. Естественно, мы готовились к этому юбилейному мероприятию «75 лет победы Великой Отечественной войны». И арккомитеты обсудили. Мы не отделят лагских, даргинских, аварских, русских героев. Героев Дагестана, аллеи героев Дагестана здесь. И арккомитеты обсудили. Мы, конечно, это хотели по-другому. Как всегда, мы проводили 9 мая парад провести здесь. Ситуация с коронавирусом нарушила грандиозные планы. Яркого парада в честь окончания войны в этом году ждать не пришлось. Это расстроило многих, ведь для жителей села история войны – личная или семейная история жизни. На фронт из Лагского района отправились более 6 тысяч человек. Сегодня, 79 лет спустя, на открытие аллеи славы собрались и родственники ветеранов. Для них это событие знаковое. Многие не сдерживали эмоции. С нашей семьи, семьи Шахшаевых, ушли на фронт 6 человек. Двое не вернулись. Один умер на Украине, один умер под Сталинградом. Для моего отца и для нас, его детей, это очень важный праздник, День Победы. Он бы гордился, что открыли эту аллею. Во-первых, я от ущедшего своего отца, от тех 6 тысяч лакцев, которые ушли на фронт, воевали в 1941-1945 годах, хочу поздравить весь народ той великой державы Советского Союза с юбилеем нашей Победы. Имена Героев Победы и краткая история их жизней украсили Центр Горного Кумуха. Почетное место выбрано не случайно. Здесь же рядом парк, куда часто приходит молодежь, которая на примере Героев Прошлого должна созидать и строить будущее. Да, конечно, это важно. Например, даже из моей семьи есть дедушка и бабушка, которые воевали. И для нашей семьи это очень такая дата, можно сказать. Мы бы сейчас не жили вот так вот, свободно. Мы не знаем, что могло бы быть, если бы не эти люди. Я очень рад, что сегодня мы собрались для того, чтобы почтить память погибших воинов за наше светлое будущее. Ведь если бы они не боролись за наше будущее, сейчас бы нас не было. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Лагский район. Россети пообещали увеличить зарплату сотрудникам в Дагестане. Накануне представителям профсоюза и Дагестанской энергосбытовой компании объяснили, что объединение двух дочерних организаций в один филиал Дагенерго не сделает условия работы хуже и не станет причиной увольнений. Более того, зарплата работников после объединения станет больше. Напомним, ранее в Махачкале собрались около 200 сотрудников дагестанской сетевой компании, и все они были обеспокоены сокращениями, связанными с переводом работников филиал Дагенерго. В письме главе республики они требовали перевести сотрудников на равноценной должности с сохранением заработной платы и без сокращения. В случае, если власти не вмешаются в ситуацию, сотрудники обещали устроить акцию протеста. Соответствующие разрешения на проведение митинга власти Пятигорска уже выдали. Однако после встречи с руководством компании митинг было решено отменить. В Махачкале после длительного простоя заработал фонтан. Один из самых старых городских фонтанов, расположенный у русского драмтеатра, обрел вторую жизнь. Он не функционировал порядка 15 лет, а сейчас его не просто отремонтировали, а благоустроили прилегающую территорию, установив скамейки для горожан и гостей столицы. Махачкаринские рынки готовятся к открытию. Продавцы торговых площадок Ирчи, Восточный базар, Атриум пришли к компромиссу с дагестанскими властями и готовятся возобновить работу торговых точек. Решение о сроках будет принято по итогам проверок в ближайшее время. Ранее предприниматели столкнулись с запретом на возобновление торговли и допуск в павильоны. Для многих из них работа на рынке была единственным средством для заработка. Будет работать по семь входов и выходов. Движение покупателей по рынку будет осуществляться по спирали, чтобы максимально избежать скопления людей. Предприниматели выразили готовность соблюдать все требования Роспотребнадзора. Пенсионный фонд России по Дагестану выплатит по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Это дополнительная мера соцподдержки населения в период пандемии. Аналогичная сумма была выплачена в июне. Ее получат автоматически все те, кто подавал заявление для получения первой подобной выплаты. Но и те, кто по каким-то причинам еще не подал документы на получение первичной выплаты, также могут рассчитывать на получение дополнительной после оформления заявления. Кроме этого, семьям, имеющим детей до 3 лет, выплатят также еще по 5 тысяч рублей. Дополнительную информацию и разъяснение можно получить на официальном сайте Пенсионного фонда России. У меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова